Наркологические заболевания Ученые всего мира пришли к тому, что данные множества исследований подтвердили, что это мозговое заболевание, имеющее специфические особенности, механизмы формирования, и поэтому необходимо ориентироваться именно на это. К большому сожалению, мы находимся на стадии донаучной, и пока мы используем термины, которые в левой части слайда представлены, аморальность, слабоволие, низкая социальная ответственность, греховный образ жизни, и предлагаются те подходы, которые в мировой медицине давно уже отвергнуты и не используются за отсутствием научной базы. Самое парадоксальное может быть. Нам в своих научных конференциях приходится дискутировать не только с коллегами, но и с представителями разных религиозных конфессий. А это, как вы понимаете, за гранью не просто научной медицины, а за гранью вообще всех медицинских подходов. Я не могу себе представить, чтобы окшир-гинекологи или терапевты, или хирурги обсуждали свои методы терапии с представителями разных церквей. Министерство здравоохранения, несмотря на все вышеперечисленное устами министра, высказывает, что у нас есть специальная российская модель оказания наркологической помощи, и она признана передовой. Я должен сказать, что это не так, это не соответствует действительности и точно совершенно не рекомендовано к внедрению во всех странах мира. Как раз наоборот, возовские стандарты приняты в подавляющем большинстве стран мира, в российской нет. Если кратко, в российской наркологии любое наркологическое заболевание приравнивается к шизофрении, и поэтому используются те же самые психофармакологические средства, которые используются для лечения шизофрении. Ну, например, нейролептики или антипсихотики. Чуть позже я приведу данные метанализы, показывающие, что, конечно же, это тупиковый путь и не соответствующий реальности. А как у нас лечат в реальности? У нас 80% наших наркологически больных выбирают кодирование. Такого термина не существует, как вы понимаете, в мировой науке. И у нас вообще кодирология и наркология имеют знак равенства, что очень печально, потому что кодирование – это мошенничество. А у нас многие государственные акты исходят от этого слова. Иногда закавычивают, иногда прямо пишут, что это кодирование. Никакой научной основы под кодированием не существует. И вот исследование ведущего, российского психиатра, психофармаколога Евгения Михайловича Крупицкого, который проанализировал все исследования по поводу кодирования, нет. И вывод – нет ни одного корректного научного исследования, подтверждающего эффективность, безопасность или неэффективность и небезопасность данного подхода. Несмотря на это, этот метод под другим названием входит в клинические протоколы, входит в стандарты терапии, и наши врачи продолжают использовать то, что не является научно обоснованным. Я бы хотел для того, чтобы показать общие тенденции, остановиться на федеральных клинических рекомендациях по наркологии. Я должен сказать, что мы проанализировали не только наркологические, но и все, которые касаются терапии и некоторых других направлений, на соответствие принципам доказательности. Я должен сказать, что в преамбуле всех клинических рекомендаций совершенно справедливо указывается, что необходимо основываться на принципах доказательной медицины и использовать публикации, вошедшие в Хохрейновскую библиотеку, с глубиной исследований до 15 лет. Необходим консенсус экспертов, которые будут оценивать данную эффективность, и вот только после этого необходимо принимать или можно принимать эти федеральные рекомендации как данность. Что мы видим в реальности? Я не знаю, как в других специальностях, как мне кажется, это уникальная ситуация, связанная с наркологией. Эксперты были назначены исключительно из одного учебного научного учреждения, отказ от проведения научных дискуссий, связанных с оценкой как раз убедительности используемых доказательств, и отсутствия консенсуса между внешними и внутренними экспертами. Под давлением общественности, профессионального сообщества пришлось включить в список независимых экспертов, специалистов, которые не вошли в качестве разработчиков. Подавляющее большинство из независимых экспертов высказалось категорически против, основываясь на том, что федеральные клинические рекомендации не базируются на принципах доказательной медицины. Однако в текст федеральных рекомендаций пошла следующая фраза, что все эти рекомендации были показаны независимым экспертом и повторно прокомментированы, и все замечания были учтены, что не соответствует, конечно же, реальности. Очень интересным является посмотреть, а каким образом выставлялись эти уровни доказательности ABC, ну тут D и E не выставлялись, естественно, потому что в реальности это не так. И, например, современные метаанализы показывают, что включение тех препаратов, которые сегодня вошли в клинические рекомендации, противопоказано для включения в схему терапии наркологических расстройств. Вот одно из важных или больших исследований, которое проводилось на основании анализа полутора тысяч кейсов. И возник вопрос, а эксперты российские, эксперты международные смотрят одни и те же базы данных, как Рейновские, вспомним преамбулу к федеральным клиническим рекомендациям, почему у них выводы принципиально различные, почему одни говорят о том, что здесь уровень доказательности высокий, A, B, а другие считают, что вообще нельзя включать, потому что не только эффективность, но и опасность для использования в терапии. То есть возник некая проблема, некий парадокс, который необходимо решать. Еще одно, мы обратили внимание на то, что в клинической рекомендации включены препараты, в формулярах которым отсутствуют показания к терапии. С нашей точки зрения это юридическое нарушение всех юридических норм, то есть, конечно же, мы не имеем права использовать подобные подходы. И еще очень важная дискуссия по поводу того, включать ли в клинические рекомендации ссылки на использованную литературу. По всем дисциплинам медицинским в Российской Федерации в клинических рекомендациях отсутствует список литературы. Что с нашей точки делает их непрозрачными? Потому что нам непонятно, на основании чего выставляется уровень убедительности. В наркологии это особенно ярко проявилось, и я думаю, что нам необходимо анализировать, а как в других клинических дисциплинах все это проходит. Мы проанализировали международные руководства, то есть аналоги наших клинических рекомендаций, и убедились, что во всех этих рекомендациях существует огромный список литературы. И каждая буква ABC, уровень убедительности, подтверждается ссылками на литературу. То есть каждый внешний эксперт может проверить, соответствует вывод экспертов, которые разрабатывали клинические рекомендации реальности, или не соответствует. И мы сравнили наркологию российскую с психиатрией. Даже не мы, это было исследование специально Московского НИИ психиатрии. И оказалось, что в психиатрии это все более-менее хорошо. То есть стандарты, принятые, и клинические рекомендации, принятые в российской психиатрии, соответствуют мировым. Ну, они, правда, там написали, что даже по некоторым позициям лучше. Ну, опустим это как бы эмоциональную оценку. Но российского больного с шизофренией, так же, как с другими психическими расстройствами, лечат так же, как во всем мире. А наркологические больного лечат принципиально по-другому. И, как вы видите, еще в борьбе с обсуждением с людьми, которые к специалистам не имеют никакого отношения. И как бы подытоживая, я могу сказать, что действительно мы можем назвать российскую наркологию феноменом, который уникальный феномен, отличающийся от всего, что происходит в мире. И выводы позволить не зачитать, потому что мы обсуждили их. Я думаю, что вот этот наш любимый слайд, который скачан из интернета, я не знал автора, и поэтому не смог ссылочку сюда сделать. Как я прошу, в клинических рекомендациях были ссылки. И поэтому благодарю вас за внимание. Большое спасибо, что вы вошли в регламент. Для нас важно сегодня. Коллеги, вопросы. Если у нас останется время, может быть, у нас тут один доклад не состоится из Москвы, да? Наверное, у нас будет какое-то время или есть, но выясним. Тогда мы вопросы зададим в конце. Следующий доклад. Доклад Елена Владимировна Вербицкая, Санкт-Петербург. Доклад «Метаанализ. Проблемы включения российских публикаций». Здравствуйте. Я, конечно, не могу считать себя экспертом в метаанализе, но хотела бы посмотреть некоторые вопросы. Ну, о том, что такое метаанализ, мы практически все знаем, но хочу рассказать про метаанализы в русскоязычной литературе и о проблемах. Причем в двух проблемах, не о всех, а о двух. Это первое – трудно найти российские статьи, и с чем это связано, и качество публикаций. Ну, конфликта интересов нет. Что такое метаанализ, все знают, что это очень мощный инструмент для выявления доказанных медицинских технологий. И использует он статистические подходы. При этом, как бы, увеличивается мощность, и доказательность можно оценить более широких аспектов. Но когда мы встречаем, начинаем касаться русскоязычной литературы, тут возникает вопрос. А насколько часто мы встречаем русские публикации в метаанализе? И тут возникает, вот я задала себе такую задачу. И попробовала по слову метаанализ посмотреть научно-электронные русскоязычные библиотеки и лайбреры. Я проанализировала 150 статей на русском языке, не говорю, что это очень много, но это самое. И вот давайте посмотрим. Значит, соответственно, оценивала только список литературы, ссылки. Вот там есть возможность оценить ссылки. И, соответственно, у нас получилось, что, ну, 35 не медицинские, 15 тезисов и авторефераты посмотреть невозможно, осталось 100 статей, из которых 80% нет ни одной ссылки на русскоязычную статью, 20% есть русскоязычные. Это в русскоязычных, да, я еще раз говорю. Значит, 20% есть русскоязычные статьи, однако среди них основная часть – это методологические или какие-то регуляторные ссылки, но не больше. На клинические исследования не ссылаются. Что же мешает включению российских медицинских публикаций в метаанализ? Ну, одна из возможных причин – это то, что не только в русские, да, русских-то мы можем найти, но вот, как бы, если говорить о метаанализах зарубежных, потому что единичные российские биомедицинские журналы включены в международные базы данных. Ну, в Google Academy больше, но там и, как бы, русские, они на русском языке включены. Есть еще одна важная причина, которая говорит о том, что люди, когда составляют метаанализы, чаще всего пользуются специальными системами поиска и системами работы со списками публикаций, так называемые citation managers. Вот их достаточно много различных, однако, что они дают? Они дают возможность адекватного поиска информации, сохранения у себя базы данных и встраиваются в офисные программы, формируются списки. То есть облегчение работы нашим авторам любых статей, в том числе медицинских, в том числе метаанализов. Ну, вот, например, журнал, не очень высокий индекс цитирования, я и взяла такой средний журнал, в котором, если посмотреть, как бы, есть достаточно много ссылок, всяких публикаций, но здесь есть вот одна очень интересная вещь. Нашли статью, сделали ее, послали ее в citation manager. Список citation manager вариантов, которые можно послать, вот, пожалуйста. Первая попавшаяся статья. Российские журналы не имеют такой функции. Я ни одного журнала не нашла, который бы имел такую функцию. Более того, российские журналы не прописывают у публикации в интернете определенные диски, рипторы, по которым можно что-то найти. Есть журналы, размещающие целиком журнал, как PDF-файл, без деления на отдельные слайды, на отдельные статьи. Соответственно, такие журналы, такие статьи очень сложно найти и, соответственно, сложно обрабатывать. Вот, например, вот тот же журнал, вот, citation manager такой Менделей называется, и мы сразу автоматически посылаем вот этот Менделей, он создает список и автоматически встраивается в базу данных. Это из этого журнала. Российский журнал, нажимаю тот же Менделей, не можем найти библиографические метаданные. Причем журнал хороший, цитируемый, значит, за рубежом и входящий в список по обмену. Входим тоже журнал, входящий в по обмену, цитирующий в по обмену. Вообще содержание в виде такого вордовского текста, без всяких гиперссылок и всего остального. Зайдем в илайбреры, находим статью. Тот же самый момент. Найти невозможно. То есть, вот, люди, которые, соответственно, привыкли пользоваться какой-то опротой, помощи от журналов и всего остального не имеют. Это первый вопрос. Второй вопрос, ну, наверное, он уже на белоском у всех. Это вопрос качества публикации. Эта проблема обсуждается уже более 10 лет. У нас, ой, более 20 лет, но ничего особо не меняется. Чуть-чуть есть прогресс. Не могу сказать, что совсем нет, но все-таки есть какой-то прогресс. В чем дело? Низкое качество дизайна и статистического анализа. Исключением являются только, значит, исследования, описывающие предрегистрационные исследования международных фарбкомпаний. Какие проблемы появляются? Ну, у нас есть опубликованные статьи, они уже опубликованы там гораздо раньше, сейчас все то же самое. Отсутствие адекватного контроля, нестандартизированные конечные точки, а это очень важно, потому что нельзя в метаанализ смешивать кучу различных конечных точек. Нестандартизированные длительности терапии, отсутствие рандомизации ослепления и очень интересная, очень низкая мощность. На самом деле, статистики очень часто, планируя любое клиническое исследование российских фармфарм, фармфирм, сталкиваются с такой проблемой. А посчитайте нам размер выборки, но мы можем только 200 человек набрать, сделайте так, чтобы обосновать 200 человек. Ну, насколько это доказательно и насколько это работает на нашу науку, это уже другой вопрос. Ну, нет стандартов статистического анализа, у нас нигде не прописаны требования журналов к статистическому анализу. Нет статистического рецензирования. По нашим проведенным исследованиям, несколько лет назад мы проводили, 80% публикаций имеют ошибки в статистическом анализе. Ну, опыт проведения метаанализов у меня был небольшой, я пыталась провести три метаанализа по очень узким специальностям. Что получилось? Для одного по неврологии не нашлось ни одной статьи. Причем это были российские препараты, российские препараты, значит, российской фарфирмой. Ни одной подходящей статьи для метаанализа, то есть метаанализ не удался. Для второго мы смогли найти только четыре статьи, в которых были разные конечные точки, которые можно было объединить только по две, ну, в лучшем случае по три. Три статьи, но не больше. Эндокринологическое исследование. Уже такая тематика была с сахарной диабетой, препараты из раздела сахарного диабета достаточно известные. Международные есть, российских нету, тех, которых можно было включить в метаанализ. Ну, дальше. Соответствие наших публикаций международным требованиям. Вообще существуют международные требования. Почему наши журналы к этому не обращаются, к этим требованиям, не предъявляют к нашим статьям те же самые требования, я не знаю. Потому что любая статья, когда вы посылаете статью в международный журнал, вам сразу приходит, а соответствует ли ваша статья требованиям консорта. Ну, вот есть такая организация, Экватор, которая формирует себя, значит, в нее входит система консорта, которая предлагает прозрачность публикации репортов и требования к нему, репортов клинических исследований. И для каждой, для систематических исследований, для всего остального, вот, различные, и там прописываются требования. Ну, например, вот консорт, если мы говорим о клинических исследованиях, есть такая простая вещь, как чек-лист, в которой можно просто-напросто проставить галочками все, вы ли описали то, что требуется по трюсам. Мы проводим обучение доказательной медицине на нашей кафедре клинической фармакологии доказательной медицины. И курсов GCP. И слушателей я просила просто-напросто найти любые статьи по научным исследованиям и провести, значит, просто проверить чек-лист, как они публикуются. Русскоязычные. В большинстве отсутствие рандомизации, в большинстве отсутствие ослепления, в части отсутствует полностью описание статистических методов, отсутствует описание расчета размера выборки. Соответственно, в некоторых статьях, которые, как раз вот я хотела сказать, мне это анализ включения, была очень хорошая статья, вроде бы хорошее исследование, но при публикации там не было даже стандартных отклонений у цифр. Соответственно, что мне бы хотелось сказать? Может быть, как бы все, что вы уже слышали, оно есть, есть в этих заключениях. Может, все-таки надо как-то обратиться к нашим журналам, чтобы они ввели лицензирование и более соответствовали международным требованиям. Может быть, они лучше бы включались в эту систему с метаданными, которые можно… Ну и, соответственно, российские… онлайн-презентации своих результатов, своих статей в интернете. По-моему, это достаточно актуально. Спасибо за внимание. Коллеги, вопросы тогда будем задавать, да, в конце нашей сессии, секции. У нас треть… Большое спасибо, Леонидович. Третий доклад – «Клинические руководства и протоколы в Киргизской республике. Современное состояние проблемы». Докладчик Аида Ашириевна Зурдинова. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Разрешите предоставить вашему вниманию основные процессы, которые касаются доказательной медицины. И мы знаем, что одним из инструментов введения доказательной медицины в практическое здравоохранение является разработка клинических руководств и протоколов, которые основаны на принципах доказательной медицины. Хотелось чуть-чуть вам ввести в такой курс. У нас в Киргизской республике после приобретения суверенитета было проведено три реформы здравоохранения в разные периоды. И, соответственно, первая реформа здравоохранения, которая стартовала в 1996 году, привела к тому, что у нас были разработаны 141 клинический протокол по основным назологиям, часто встречающимся. Но, к сожалению, в них не было указания уровней доказательности, ссылки на источники и так далее. Последующие программы с 2006 года непосредственно касались развития доказательной медицины. И по ним я вам сейчас сделаю маленький такой краткий обзор. Все реформы здравоохранения, проводимые в нашей стране, идут в такой широкосекторальный подход при поддержке огромного количества донорских организаций. Так как наша страна не имеет достаточных экономических ресурсов проводить реформы на собственные средства. В рамках проведения второй программы, которая стартовала в 2006 году, у нас были приняты основные документы, которые регламентируют внедрение доказательной медицины в практическое здравоохранение. Первая – это была утверждена стратегия развития доказательной медицины. В рамках данной стратегии были утверждены такие документы, как методология по разработке и адаптации клинических руководств, основанных на доказательной медицине. В рамках данной методологии было принято решение консенсусом наших специалистов, что мы принимаем уровень доказательности, предложенный сайн, четыре уровня ABCD. Кроме этого, также был принят документ экспертной оценки разработанных руководств специалистами, оценка как методологического качества, так и клинического содержания. Ну и кроме этого, разработан был сайт центрально-азиатский, он представлен. Данным сайтом пользуются страны Средней Азии и Казахстана. Основные пути реализации методологии, так как у нас протоколы пошли вперед руководств, было принято решение в такой переломный момент, и руководство, и протоколы, они будут параллельно разрабатываться. В дальнейшем перейти на разработку клинических руководств, которые будут подкрепляться клиническими протоколами. Учитывая уровни организации здравоохранения, у нас в республике так делится, первичный, вторичный и третичный уровень. Основные шаги, как и в сайне, то есть они здесь все представлены, начиная от формирования мультидисциплинарной группы и заканчивая обновлением клинических руководств. Разработанные клинические руководства за период с 2009 по 2015 год. Чисто клинические руководства были разработаны в количестве 26, клинические протоколы 91 и, соответственно, методологии, чтобы и клиническую руководство, которые подкреплялись клиническими протоколами, их количество всего 13. За период в графике видно, что все-таки минимальное количество, это занимает руководство с протоколами, их количество очень минимальное пока. В основном у нас превалируют клинические протоколы. Но здесь хотелось бы сказать, по оформлению не всегда у нас видна разница. И клиническое руководство, и протокол оформляют, к сожалению, многие разработчики почти одинаково. Структура утвержденных клинических руководств у нас превалирует. Ну вот, кардиология, по кардиологии, по ушерству гинекологии, гепатиты. В рамках реализации наших национальных программ были выделены приоритетные направления. Это сердечно-сосудистые заболевания, это здоровье матери и ребенка, туберкулез и ВИЧ. По данным направлениям, в принципе, ведутся разные работы, но впереди всех идет кардиология. Она разрабатывает клинические руководства, подкрепленные клиническими протоколами. Но, к сожалению, из-за отсутствия достаточного процесса внедрения, структура заболеваемости и смертности у нас в республике остается без изменений. Даже имеется незначительный рост к 2014 году. Оценка утвержденных клинических руководств, которые мы проводили, из утвержденных 39, которые претендуют как клиникал гайдлайн, мы проанализировали 24 доступных, которые мы смогли найти, используя данные, приведенные сайты, и в основном оценивали, насколько они соответствуют той утвержденной методологии, по которой должны были они разработаны быть. Основные пункты, которые мы анализировали, выделенные жирным шрифтом. Согласно содержанию, результаты получились следующие. Почти во всех руководствах указано, какими специалистами они разработаны. При этом 43,9% руководств были проведены с участием пациентов, то есть были учтены их интересы. В 100% декларация конфликта интересов была указана, но при этом все писали, что отсутствует какой-либо конфликт интересов. Но при этом хотелось бы отметить, что 89% руководств были разработаны при финансовой поддержке тех или иных донорских организаций. Основным пунктом является, до того, как руководство пойдет на утверждение, необходимо разработать его, опробировать разработанное руководство. При этом только 41,6% руководств были опробированы. Уровни доказательности, к сожалению, в наших руководствах утвержденных во всех разные, что в свою очередь дает такие затруднения для врачей. В одних идет 4 уровня, в других 3 и так далее. И здесь приведены, что в основном по методологии только около 54% клинических руководств составлены согласно методологии. Указана стратегия поиска в 73% руководств, но при этом критерии включения и исключения только в 42,3%. Ну и оценка найденных доказательств только в 15,3% руководств была указана. Не указаны данные по оценке методологического качества. Во всех руководствах этих данных мы не нашли. Клинические руководства подкреплены соответствующими клиническими протоколами в зависимости от уровня оказания помощи в 31% случаев. И данные по фармакоэкономической оценке во всех руководствах они отсутствуют. К сожалению, у нас в Кыргызстане данное направление еще не развито. Данные по внедрению, так как всем известно, разработка разработкой, самое главное внедрить то, что мы разработали. Но, к сожалению, процесс внедрения у нас тоже имеет свои минусы. Для того, чтобы выяснить, насколько руководство внедряется, мы проинтервьюировали 20 руководителей организации здравоохранения и провели анкетирование и фокус групповой дискуссии 200 врачей, в котором участвовали. Результаты интервьюированные руководители показывают, что обучение непосредственно по разработанным руководствам и протоколам прошли всего 5% руководителей. Наличие у каждого врача клинических руководств протоколов только 5% ответили, что да, имеют. Остальное количество сказали в недостаточном количестве. При этом внутренний аудит по утвержденным руководствам и протоколам проводят во всех организациях, так как у нас есть такая служба, как ФОМС, которая штрафует, если врачи будут вне данных протоколов назначать какие-либо вмешательства. Не всегда учитываются местные особенности, указали 95% руководителей, следует клиническим руководствам и протоколам 100%, и не по всем наозологиям есть клинические руководства и протоколы, также отметили 100% руководителей. Результаты интервьюирования, анкетирования врачей показывают, что также обучение прошли по данным руководствам только 5%, придерживаются клинических руководств 100% и указывают, что штрафует ФОМС, но при этом с оговоркой, что они вне истории болезни или амбулаторной карточки могут любое лечение назначить. Не всегда клинические руководства подходят для их практики, ответили около 93% врачей. Облегчают работу, здесь разделились, 50% сказали, что облегчают, 50% сказали, что усложняют, лишние записи и так далее. Не понимают и не знают принципы доказательной медицины, 95%. Указание уровней доказательности ни о чем не говорит им, как в интервью они сказали. И не знают разницу между руководством и протоколом, почти все 100% опрошенных. Обучение должны проводить именно разработчики клинических руководств и протоколов, указали 100% врачей. И 95% врачей указали, что информацию о каких-то новых лекарственных препаратах они получают не с клинических руководств и протоколов, а именно от фармкомпаний. Выводы мы получили следующие, они представлены. Не все пока идеально, но, как говорится, лед тронулся, и мы надеемся, что в будущем мы постараемся сделать это согласно международным стандартам. У нас в Кыргызстане, учитывая то, что специалистов, которые умеют работать с тематическими обзорами, читать их результаты, метаанализы, РКИ и так далее, очень мало. Поэтому было принято решение адаптировать международные руководства к нашим местным условиям. Но даже по адаптированию не всегда все идеально получается. Поэтому у нас в дальнейшие шаги продолжается новая программа, которая будет стартовать в 2016 году, согласно которым разработка руководств будет усовершенствоваться с подкреплением клинических протоколов, разработка положения у клинических протоколов, конкретно какие пункты должны быть в них указаны, ну и соответственно требуется разработка методологии внедрения клинических руководств и протоколов практического здравоохранения. Спасибо за внимание. Большое спасибо за прекрасное и интересное сообщение. Вопросы тогда мы в конце нашей секции оставим. Коллеги, у меня вопрос. Есть ли представители Москвы, первого Московского государственного медицинского университета Сеченова? Тогда мы к следующему докладу. Следующий доклад Алексей Сергеевич Колбин. Сравнительная эффективность современных запросов при принятии решений, основанных на принципах доказательной медицины. Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, позвольте сделать сообщение на тему сравнительной эффективности современных запросов при принятии решений, основанных на принципах доказательной медицины. Я представляю прежде всего первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет, ну также Санкт-Петербургский государственный университет. И вот у нас есть отделение такого общества в Санкт-Петербурге, ЧАПТР так называемый, такой организации международной как Общество по проведению фармакоэкономических исследований и анализу исходов. Относительно темы моего доклада принятия решений, основанных на принципах доказательной медицины. Действительно с утра и вот первой половине дня нам большинство докладчиков нас убеждали и убедили в том, что на сегодняшний момент доказательная медицина и вот из такой сферы некой такой идеологии, из сферы теоретических таких предпосылок, она абсолютно перешла в практическое здравоохранение. Ну вот на данном слайде представлены так называемые соотношения ключевых компетенций и правил системы здравоохранения, которые должны работать в современном обществе, в современном мире. Если мы посмотрим как на ключевые компетенции, так и на правила современные здравоохранения, мы видим, что они имеют общий перекрест, такое связующее звено, и этим связующим звеном является именно доказательная медицина, доказательная практика. Если посмотреть на два определения доказательной медицины, которые есть в Российской Федерации на русском языке, то в обоих этих определениях, неважно, кто был их автором, там есть три ключевых слова, они есть, да. Это клиническое исследование, результатом которого является выбор практикующим доктором. Это реальная медицинская практика. Это применение вот этих данных, основанных на исследовании, прежде всего данных, после которых наступает такой элемент выбора. Это постель больного, да, это пациент. Что мы на сегодняшний момент видим в реальной клинической практике? Ну, это одно из данных 2012 года. Пациент с гепатитом С, генотип 1. Предрегистрационное рандомизированное клиническое исследование. Используется препарат пегелировый интерферон альфа с рибаверином. Комбинация и эффективность данной медицинской технологии, она сбоку указана, что считали авторы, под эффективностью, она была 41-52%. И с этими крайне высокими показателями эффективности лекарственное средство было одобрено и в ДИА, потом и МИИ, европейского агентства, да, и пришло в клиническую практику. Эти же авторы через несколько лет провели на схожей популяции пациентов, обсервационные исследования в условиях жизни, да, в условиях того, что происходит в их клиниках, и увидели, что позитивный эффект был снижен в 12 раз. Второй пример – сезонный грипп, предрегистрационные исследования, рандомизированные клинические. На основе их потом сделан метаанализ 10 рандомизированных клинических исследований. И сравнивается с обсервационными, точнее с когортными исследованиями и эпидемиологическими исследованиями. Две вещи абсолютно ясны. Первое – совершенно разные критерии эффективности у регулятора, когда лекарственные средства регистрируются, и совершенно разные критерии эффективности у врачебного сообщества. Безусловно, доктор, он не будет сидеть, да, засекать время, часы, когда будут снижены симптомы и сколько пройдет часов. Безусловно, доктор важную такие важные точки исхода, да, это снижение смертности, которые не измерялись при регистрации лекарственных средств. И, безусловно, важным показателем является осложнение от гриппа, да, которое вытекает из себя, это частота развития пневмонии и назначения антибактериальных средств. Мы видим, что если по этому показателю можно было сравнить эти два эффекта, да, действенность и эффективность, то в реальной клинической практике данный эффект, к сожалению, снижается примерно в два раза. Почему это происходит? Почему при регистрации лекарственного средства мы видим один эффект, в клинике мы видим другой? Ну вот несколько, как минимум пять таких причин. Эти причины все являются таким экспертным мнением. Первое, да, это критерии регулятора и врачебного сообщества разные. Регулятор запрашивает одно, врачи у своих пациентов ждут другое. Неизлечимые проблемы самих предрегистрационных клинических исследований. Безусловно, давление фармкомпании, об этом только что предыдущий докладчик говорил, что касается протоколов. Многофакторное вмешательство реального мира, от приверженности терапии до качества оказания медицинской помощи. Ну и некоторые эксперты называют так называемую российскую причину особую. Это внедрение западной академической медицины в российское реальное здравоохранение, потому что мы знаем, что те правила проведения клинических и доклинических исследований, которые на сегодняшний момент к нам в страну перенесены, это безусловно правила, которые были сформированы не в нашей стране и опираются на, в общем-то, фундаментальные зачастую различия. Ну вот пример, исходы разные. Мы видим, что регулятор, он требует от себя действенность, от регулятора, от тех, кто пытается регистрировать в медицинскую технологию. Здесь могут быть разные виды этой действенности, она может быть абсолютная, она может быть сравнительная, скажем так, что сравнительная проводится реже, конечно, реже, да, из-за конфликта интересов. Ну и с другой стороны, это врач, пациент, реальный мир. Мы здесь требуем, врачи требуют абсолютную эффективность, либо сравнительную эффективность, то, что они видят в реальных клинической практике. Вторая проблема – это неизлечимые проблемы самих предрегистрационных исследований. Я на них особенно останавливаться не буду. Ну, как минимум, да, нужно сказать, что, безусловно, есть ограничения среди всей популяции больных по диагнозу. Безусловно, отбираются, опираясь на критерии включения и исключения, убирается небольшая группа. Здесь не совсем, может быть, этот рисунок отражает такое процентное долевое, а участие, например, целевой популяции. Но пример, тем не менее, нам будет понятен, что, безусловно, целевая популяция – это такое небольшое количество всех тех пациентов, которые в реальном мире страдают от данного заболевания. Именно на этом небольшом количестве проходят клинические исследования, на этом небольшом количестве делаются выводы, регистрируется лекарственное средство, а потом оно приходит ко всем. И тут, конечно, встречаются пациенты с нарушением функций почек, печени, пожилые, беременные и так далее. Ну вот еще один пример. Гипогликемия – это оценка событий пациентов в год. Голубым цветом, да, синим цветом – это те предрегистрационные исследования клинические, которые были. Сахарный диабет первого и второго типа, эти исследования здесь указаны, их было достаточно, они были крупные, многоцентровые, международные, мы видим, что при сахарном диабете первого типа гипогликемия была 5,8, при втором типе 1,5. Однако, когда эти же лекарства пришли в клиническую практику, обсервационные исследования увидели 10-разовое увеличение данного явления гипогликемия, конечно, которая сказывается безусловно на прогноз, течение и так далее, и так далее всех проблем, связанных с сахарным диабетом первого и второго типа. Данные метаанализы, опубликованные как раз на том самом сайте Кохрейн, опубликованы были в 2012 году, которые показывают, что абсолютно фармачистские компании давлеют на исследовательские группы, на университеты, когда они проводят предрегистрационные клинические исследования. Министерство реального мира. Ну, остановлюсь только лишь на том, что, безусловно, комплайнс, он абсолютно разный. При регистрационных исследованиях и в реальной клинической практике, безусловно, пациенты это все не соблюдают. Ну, вот один из выводов. У нас в 2012 году в Москве была конференция по фармакометрии. Это один из руководителей FDA. Это та организация, которая является, в общем-то, золотым стандартом, как регулятор в мире. Они, к сожалению, делают такое заявление. Это его заявление, прямая речь. Ну, вот я его зачитывать не буду. Единственное, что он, по-моему, сказал слово не у себя дома, а у себя на кухне. В связи с этим, безусловно, современный запрос – это сравнительная эффективность. Что под этим поднимается? Это одно из определений 2009 года. Это исследование напрямую, сравнивающее выгоду и вред от медицинских технологий, используемых для лечения заболеваний, профилактики, диагностики в условиях реального мира. То есть, то, что происходит в клиниках. Ну, этот слайд, если посмотреть более внимательно, то мы видим, что, безусловно, есть различия, как в определениях различных эффектов. Да, вот эффикоси называется та самая действенность. На сегодняшний момент считается, что она отвечает на вопрос can it work, то есть, может ли это работать, да. И второй вид эффективности, та эффективность, которую мы видим в клиниках, она отвечает на вопрос does it work. И мы видим, что она, безусловно, разная. Разные методологии получения этих данных. И также мы видим, что доказательная медицина раньше, она базировалась вот в области, наверное, в области предагвестрационных исследований, потому что легко было, достаточно и остается легко проводить анализ рандомизированных клинических исследований. Но на сегодняшний момент, безусловно, происходит сдвиг в область доказательной медицины, она начинает сдвигаться, да, в область вот этого вопроса does it work, да, эффективность. Ну, и один из докладчиков издания, по-моему, он говорил об оценке медицинской технологии. Безусловно, доказательная медицина постепенно идет, и, конечно, и туда, и так называемый реимбьюзмент. На сегодняшний момент два вида клинических исследований себя опробировали, себя доказали, как эффективны для выявления вот этой сравнительной эффективности. Первый вид – это прагматические клинические исследования, второй – это пассервационные клинические исследования. Тезис на что такое прагматические клинические исследования – это рандомизированное, проспективное исследование, однако рандомизацию проводит врач и проводит среди пациентов, имеющих характерные сопутствующие заболевания, получаемые сравнительные варианты лечения, также учитываются демографические группы и сравниваются, как правило, с теми практиками, которые реально есть в этом стационаре, в этом лечебном учреждении. Обсервационные исследования нам хорошо известны, они могут быть проспективны, ретроспективны, я на них останавливаться не буду. Безусловно, вопрос, который каждый из нас здесь может задать, может быть мы обойдемся без этих сравнительных исследований, потому что, безусловно, мы понимаем, они крайне сложны, крайне дороги, они это дорогое такое удовольствие, проводить сравнительные исследования. Три проблемы, да, может ли мы их переносить из страны в страну, провели в США, перенесли к нам, да, возможно ли проводить только, например, предрегистрационные исследования, придумать какую-то цифру умножил на 5 и называем это эффективностью. Ну и третий вид, это так называемые трансляционные исследования, могут ли они нам помочь. Я на одном только примере остановлюсь. Здесь показано, что, да, действительно, действенность, то есть те данные, которые получаются в ходе предрегистрационных клинических исследований, из страны в страну переносить можно. Это так и есть, так это и происходит. И предыдущие доклады, которые были с утра и вот только что, они манипулировали данные рандомизированных клинических исследований, многоцентровых, которые являются одной из основ для формирования, там, клинических рекомендаций, протоколов и так далее. А вот, к сожалению, эффективность, то, что происходит в клинике, ее, к сожалению, переносить из страны в страну невозможно. И для этого огромное количество таких серьезных, больших, фундаментальных причин. Относительно выводов. Ну, безусловно, доказательная медицина на сегодняшний момент и медицинская практика – это крайне связующие вещи. И, безусловно, доказательная медицина перешла вот этот порог теории, идеологии, пришла в клинику. Безусловно, действенность – это тот эффект, который получается при регистрации продукта. Мы должны понимать, что есть другой вид эффекта, его называют, так и называют, эффективность. То, что мы видим у своих пациентов, в своих стационарах, поликлиниках и так далее. Безусловно, разные критерии для регулятора и для врачебного сообщества. Безусловно, позитивный эффект, он, как правило, выше в действенности, чем эффективности. Большое количество исследований, которые это доказывают, в то время как негативный эффект, он имеет обратное такое зеркальное отображение. И, безусловно, действенность можно переносить из страны в страну, что происходит, однако вот с эффективностью в реальной клинической практике этого делать нельзя. Какие рекомендации? Необходимы прагматически рандомизированные или обсервационные исследования в натуральных условиях, однако важно, чтобы для их проведения была единая методология их проведения. И необходимо сказать, что у наших соседей в Европе на сегодняшний момент уже 9 таких методических руководств, как проводить правильно прагматические либо обсервационные исследования, чтобы выявлять эффективность. У нас в нашей стране, по крайней мере в России, в России таких данных нет. Безусловно, для некоторых заболеваний Россия не может самостоятельно одна решать эту проблему. И, наверное, нужно искать страны, наверное, страны большего пункта советского географической зоны, со схожей системы здравоохранения вместе решать такие проблемы. Большое спасибо за внимание. 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 уровня престижа профессии врача. Диапазон отрицательных высказываний колеблется в пределах от плохо до катастрофически. Система здравоохранения и ее руководители подвергаются массивным негативным информационным атакам. И хотелось бы обратить внимание научного сообщества управленцев на то, что причины рождения таких оценок многосложны, комплексны и не всегда связаны с неудовлетворительными результатами деятельности системы здравоохранения и образовательных организаций. Дело в том, что в стране, как и в мире, идет процесс постарения населения с соответствующими его последствиями для общества и системы охраны здоровья. На этом фоне происходит рост общей медицинской культуры населения, что существенно повышает значимость здоровья, цену человеческой жизни в целом и соответствующей потребности населения. Растет информированность людей о возможностях современной медицины, лекарственных, инструментальных технологиях лечения и профилактики заболеваний. И, наконец, система здравоохранения разворачивает свою деятельность в диапазоне противостояния жизни и смерти, в котором, по законам природы, конечную победу торжествует смерть. В таких обстоятельствах трудно ожидать одни благодарности в адрес медицинских работников. Перечень можно было бы продолжить. По всей вероятности, в наши дни отмечены факторы, усиленные отраслевыми управленческими недостатками и сопровождаемые низким уровнем финансирования, дают своеобразный кумулятивный эффект, который выражается в размерах недовольства граждан деятельностью системы охраны здоровья населения, перекладывание этого недовольства на систему медицинского образования. Парадоксальность ситуации заключается и в том, что негативные оценки общественного мнения деятельности здравоохранения растут на фоне серьезных позитивных изменений в состоянии здоровья населения страны и очевидных успехов модернизации отрасли. Сегодня актуален вопрос о том, кто и как измеряет качество образования. Какие индикаторы могут явиться информативными? Как правило, при оценке качества в любой области предпочтение отдается мнению потребителя. Нашими потребителями непосредственными являются руководители здравоохранения, я имею в виду ту кафедру, которую я руковожу, кафедру общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением Казанской государственной медицинской академии. И на базе кафедры после прохождения циклов повышения квалификации мы опрашиваем каждого обучившегося, они заполняют анкеты, в которые отмечают уровень качества педагогической деятельности преподавателей. Анализы этих материалов показывают, что обучившиеся дают высокую оценку качества педагогического процесса, а органы управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, направившие этих руководителей, тоже бывают удовлетворены работой кафедр и направляют благодарственные письма в адрес образовательной организации. То есть потребители довольны. Но этого недостаточно. необходимо создание добротной концептуальной основы, общей методологии оценки качества медицинского образования и, в частности, после дипломного образования руководителей здравоохранения. И нужно научиться измерять его количественно. Без этого любые формы оценок качества будут носить преимущественно субъективный характер. А непременным условием количественного измерения качества является рациональный подбор индикаторов качества и установление для каждого индикатора его весовой значимости. Нам видится, что эта ответственная работа должна выполняться профессионалами с высоким уровнем компетентности, конечно же, с привлечением руководителей практического здравоохранения, имеющих известный творческий потенциал. При несоблюдении отмеченных условий экспертизы, конечные ее результаты окажутся как минимум дискуссионными. Что касается после дипломного образования руководителей здравоохранения, то его качество желательно оценить на следующих уровнях, которые хотелось бы вам озвучить. На уровне обучающихся, непосредственных потребителей образовательных услуг, где эталоном следовало бы считать размеры превышения ожиданий слушателей относительно качества педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава, адекватности, полезности отдельных разделов учебной программы с точки зрения повышения профессиональной компетентности руководителей здравоохранения. На уровне основной кафедры, где осуществляется повышение квалификации, данная кафедра обеспечивает максимально возможную вовлеченность педагогическому учебно-вспомогательному персоналу в повышении качества учебного процесса. И для реализации этих задач крайне необходимо использование соответствующих постулатов системного и процессного подходов к менеджменту качества. На уровне учебного заведения здесь к оценке качества педагогической деятельности желательно подключать производственные характеристики всех структурных подразделений, имеющих отношение к обеспечению учебного процесса. Это управление, библиотека, организация питания, транспорт, общежитие и так далее. Следующее. Это уровень территориальных органов и практического здравоохранения, откуда были направлены на учебу руководителей здравоохранения. И основными критериями для оценки качества педагогической деятельности на этом уровне могут быть использованы уровни динамика наиболее существенных показателей здоровья населения и эффективности функционирования медицинских организаций по соответствующим показателям. На основании указанных фактических материалов возможно определение веса системы дополнительного образования руководителей здравоохранения в решении общих проблем охраны здоровья населения на конкретных территориях. Без подобного рода расчетов разговоры о повышении или снижении качества подготовки врачей в системе дополнительного профессионального образования теряют системность и всегда будут базироваться только на отдельных легкодоступных критериях, лежащих на поверхности. Хотелось бы специально подчеркнуть, что оценка качества педагогической деятельности кафедр и вузов системы последипломного образования медицинских работников более сложна, чем кажется с первого взгляда. Дело в том, что из-за методических сложностей и отсутствия необходимой информации исследователи пока еще недостаточно углубляются в анализ таких индикаторов качества, как, например, дополнительное образование врачей, в том числе руководителей здравоохранения, как источник социально-экономического развития, гармонизации, социальной напряженности в обществе и основа инновационного развития системы охраны здоровья населения. Роль данной проблемы в позитивном изменении социально-профессионального статуса, а также социально-экономического положения медицинских работников. Значимость ее с точки зрения накопления инвестиций в человеческий капитал, приносящий не только более высокий личный доход владельцу, но и постоянно формирующийся кумулятивный потенциал, повышающий эффективность работы и обуславливающий в конечном итоге общее благополучие самого владельца данного капитала и его близких. Разработка и внедрение в обычную практику большеописанных подходов к оценке обучения руководителей здравоохранения создадут надежную основу для объективизации оценки качества системы дополнительно профессионального образования врачей, в том числе руководителей здравоохранения, а также совершенствования управления данной системой с использованием максимально возможных диапазонных критерий результат затраты. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо. Коллеги, вопрос. У нас появляется время, все докладчики идут в регламент, у нас будет время обсудить и задать вопросы докладчика. Следующий доклад – преподавание основ доказательной медицины на кафедре эпидемиологии Казанского медицинского университета. И докладчик – Гульшат Рашатовна Хасанова, Казань. Глубоко уважаемые коллеги, разрешите поделиться небольшим нашим пока еще опытом по преподаванию доказательной медицины на кафедре эпидемиологии Казанского медицинского университета. Значит, структура и содержание современной эпидемиологии, особенно в нашей стране, существенно отличается от той эпидемиологии, которую мы наблюдали в 20 веке. Есть несколько десятилетий назад эпидемиология ассоциировалась только с инфекционными заболеваниями, воспринималась как дисциплина, которая занимается ликвидацией вспышек, организацией каких-то профилактических, противоэпидемических мероприятий, касающихся только инфекционных заболеваний. В настоящее время очень бурно развиваются такие полноправные компоненты этой дисциплины, как эпидемиология неинфекционных болезней и также новый раздел клинической эпидемиологии основы доказательной медицины. И в настоящее время эпидемиология рассматривается как диагностическая дисциплина общественного здравоохранения и на основании эпидемиологических, результатов эпидемиологических исследований принимаются управленческие решения в сфере общественного здоровья, направленные на сохранение здоровья населения. Это касается не столько инфекционных заболеваний, даже сколько неинфекционных заболеваний. И, безусловно, роль эпидемиологических исследований даже в такой сфере, как исследования профессиональных заболеваний, травм на производстве, травм на транспорте и заболеваний, связанных с загрязнением окружающей среды. Совсем новым разделом эпидемиологии является клиническая эпидемиология. Клиническая эпидемиология, которая появилась в конце XX века в связи с тем, что стало проводиться большое количество клинических исследований и появилась необходимость выработки какого-то кодекса для проведения этих исследований. И в настоящее время клиническая эпидемиология представляет собой раздел современной эпидемиологии, который включает в себя методологию получения в эпидемиологических исследованиях научно обоснованной доказательной информации о закономерностях клинических проявлений болезни, методах диагностики, лечения и профилактики для принятия оптимального клинического решения в отношении конкретного пациента. То есть как раз таки клинико-эпидемиологический подход получается лежит в основе доказательной медицины, поскольку именно эпидемиологические исследования в состоянии обеспечить достоверной информации клиницистов для принятия решения в отношении тактики ведения данного пациента в данной клинической ситуации. Поэтому клиническая эпидемиология обеспечивает методологию, как бы является методологической основой доказательной медицины. И не случайно первые учебники по доказательной медицине они выглядели таким образом, то есть клиническая эпидемиология – основа доказательной медицины. По сути, это вещи, которые мы не можем друг от друга отделить. И на сегодняшний день, в связи с тем, что времена изменились, мы являемся свидетелями изменения парадигмы преподавания эпидемиологии. И задачи, как бы при преподавании эпидемиологии перед нами ставится задача позволить студентам освоить теоретические основы клинической эпидемиологии и принципы применения результатов эпидемиологических исследований для принятия эпидемиологически обоснованных решений по диагностике, лечению, прогнозу и по профилактике заболеваний, основанных на принципах доказательной медицины. И вот даже могу сказать, что в этом году наша кафедра в связи с велением времени была переименована в кафедру эпидемиологии и доказательной медицины. На кафедре мы преподаем на разных ступенях высшего образования, у нас есть и студенты, есть и последипломное образование, но сегодня за недостатком времени я остановлюсь только, скажу несколько слов о том, как мы преподаем доказательную медицину студентам. Значит, у нас занимаются все факультеты, преподаем эпидемиологию всем факультетам, кроме фармацевтического факультета, но лечебный факультет, лечебный педиатрический и стоматологический у нас представлены весьма скромно по количеству часов, и поэтому мы не можем как бы там развернуться так, как нам бы хотелось с преподаванием клинической эпидемиологии, и даем мы крайне такое ограниченное, читаем мы фактически три лекции по доказательной медицине и рассматриваем основы доказательной медицины на одном занятии. Более интересно нам заниматься медико-профилактическим факультетом, поскольку им выделено аж 15 кредитов на освоение эпидемиологии, из них мы можем выделить довольно существенную часть на преподавание именно клинической эпидемиологии и доказательной медицины, которые включают и аудиторную работу, и самостоятельную работу студентов. И кроме этого, для медико-профилактического факультета у нас предусмотрен также курс по выбору, который называется также доказательная медицина. И, ну как бы это хорошо, потому что это необходимо для медико-профилактического факультета. Также, да, несомненно, что знание по доказательной медицине необходимо врачам, клиницистам, но выпускники медико-профилактического факультета также в этих знаниях, навыках нуждаются, потому что спектр направления профессиональной деятельности в области эпидемиологии, он серьезно изменился, и на сегодняшний день выпускники наши работают в самых разных учреждениях, которые занимаются медицинской деятельностью, лечебной деятельностью и профилактической деятельностью, и, соответственно, выпускники должны обладать всеми компетенциями, которые необходимы для работы в этих учреждениях. И более того, они должны быть готовы не только к проведению рутинных эпидемиологических, но и к проведению научных исследований. Здесь представлена выдержка фактически из рабочей программы, последняя, которая разработана по ВГУС-3. Выделен здесь блок, который касается клинической эпидемиологии и доказательной медицины. У нас есть два модуля. Первый модуль касается видов исследования, и второй модуль касается оценки эффективности и безопасности диагностических скрининговых тестов и работы с базовыми данными и с поиском доказательной информации. На медико-профилактическом факультете эти занятия проводятся на пятом курсе в осеннем семестре. Мы читаем пять лекций и проводим шесть занятий по 36 часов. Занятия проводятся как в рамках аудиторной работы, так и в рамках самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов строится на решении обсуждений ситуационных задач. Создан у нас также курс дистанционного обучения на платформе Moodle на образовательном портале Медуниверситета. Даются также задания по работе с базами данных, связанные с поиском статей по заданной теме для составления систематического обзора. И часть студентов представляет также доклады по результатам своей проведенной работы на студенческую конференцию. Курс дистанционного обучения построен в традиционном плане. Я покажу некоторые выдержки. Просто есть такая вводная часть, которая включает цели, задачи. Есть информационный блок, который дает информацию по данной теме. Есть довольно большой набор ситуационных задач и тестов. И блок дистанционного обучения содержит также список литературы, обязательной литературы, дополнительной литературы и перечень интернет-ресурсов, которые могут быть использованы для освоения данной темы. И что касается вот этого занятия, двух последних занятий, это работа с базами данных, с поиском доказательной информации, составления систематического обзора. В чем они заключаются? Это два занятия. На первом задании преподаватель дается студенту следующее задание. Во-первых, необходимо сформулировать или выбрать из предложенного списка научный вопрос и вместе с преподавателем анализируется этот вопрос по формуле ПИКОС, там общеизвестная формула. Далее, определяются совместно с преподавателем критерии включения исследования в этот тематический обзор. Следующее задание дается студентам в базе данных Медлайн найти исследования, отвечающие критериям включения, которые были разработаны совместно с преподавателем. Изучить характеристики каждого включенного исследования и оценить его методологическое качество. И на следующий день, после того, как студенты поработают по этому заданию, опять же, под руководством преподавателя на занятия совместно обсуждаются статьи, которые они нашли. И студенты объясняют, почему они взяли эти статьи, почему эти не взяли и так далее. Здесь представлены примеры научных вопросов, которые могут быть предложены для попытки составления систематического обзора. Учебниками мы в основном пользуемся БРИКО. Первый мед. университет так серьезно занимается продвиганием этого направления, доказательной медицины. Есть хорошие учебники и руководство для преподавателей под редакцией Николая Ивановича БРИКО. И довольно большой набор электронных ресурсов предлагает наша библиотека Казанского медицинского университета. Так, и кроме этого, у нас на кафедре проводится факультатив по доказательной медицине, который проводится раз в две недели, в течение двух с половиной часов. Он проводится для студентов всех факультетов. Каждое занятие факультатива, оно подразделено на две половинки. В первой части обсуждаются результаты самостоятельной работы, опять же, по работе с базами данных, составлении систематических обзоров. И вторая половина посвящена просто освоению каких-то классических методов описательной и аналитической эпидемиологии. В качестве примера работы студентов, вот я покажу буквально несколько слайдов, эта работа была вообще представлена как в качестве стендового доклада на данной конференции. Вот студенты в прошлом году сделали у нас такой систематический обзор на студенты, занимающиеся на факультативе, который назывался «Эффективный скрининг рак толстой кишки. Тест на скрытую кровь». Анализировались большое количество статей, использовались разные базы данных, были разработаны критерии отбора. И, значит, было проанализировано студентами большое количество статей. И в конечном итоге проведен мета-анализ 19 статей. И получили такие серьезные результаты, красивые достаточно результаты, которые даже были представлены в Москве на Олимпиаде по эпидемиологии. И получили вот такие выводы. Например, в этом обзоре студенты, что наибольшая валидность продемонстрирована при использовании монохимического теста для скрининга рака толстой кишки. То есть студенты вполне в состоянии, если их научить, они в состоянии сделать даже систематический обзор. И в заключение мне хотелось бы сказать, во-первых, о проблемах, которые стали нам видны в течение где-то полутора лет преподавания доказательной медицины. Во-первых, у нас ограничен доступ к интернету. Нам хотелось бы иметь интернет-класс, где каждый компьютер был бы подключен к интернету, чтобы мы прямо в аудиторию могли с студентами выходить в базы данных и выбирать оттуда нужную нам информацию. Вторая проблема – это языковая проблема. Очень небольшое количество исследований. Имеется результаты оригинальных исследований опубликованы, которые отвечают требованиям доказательной медицины, и, соответственно, которые отвечают критериям отбора. Имеется небольшое количество статей на русском языке. И параллельно имеется небольшое количество студентов, которые владеют английским языком. Недостаточная на сегодняшний день методическая обеспеченность дисциплины, но мы над этим работаем. Недостаточное количество часов на преподавание эпидемиологии на лечебном и педиатрическом факультетах. И основная, может быть, одна из важных проблем – это консерватизм многих врачей, неприятие доказательной медицины. То есть многие врачи, с которыми студенты общаются, тоже в процессе своего обучения, которые оказывают влияние на формирование их мировоззрения. Они говорят, мы без вашей доказательной медицины жили, там работали 30 лет и дальше до пенсии доработаем. И что еще мне бы хотелось сказать, что нам стало понятно, что студенты – контингент наиболее такой благодарный, наиболее легко обучаемый вопросом доказательной медицины. Нам казалось, что будет трудно обучать студентов, мне приходилось учить аспирантов. Вот я могу сказать, что студенты учатся с гораздо большим удовольствием и значительно легче все понимают и воспринимают, чем более старшие поколения, даже если сравнивать с аспирантами. Значит, обратила еще внимание обилие инструментов преподавания, очень много различных возможностей методически, что делает эти занятия нескучными для студентов и для преподавателей, позволяет разнообразить процесс преподавания. У нас сложилось впечатление, что наиболее эффективной и интересной является самостоятельная работа, вот то, что студенты выполняют самостоятельно, они лучше вспоминают, и это им интереснее значительно. И еще, я считаю, что мы считаем, что преподавание основ доказательной медицины в доступной, конечно же, форме должно начинаться раньше, не на пятом, не на шестом курсе, а должно начинаться тогда, когда студенты начинают преподавать пропедавистические дисциплины, потому что, во-первых, чем моложе человек, тем лучше он воспринимает эту информацию, практик показывает. А во-вторых, все обучение, как мне кажется, в медицинском университете, оно должно строиться на канонах доказательной медицины, то есть это должно, ну, как бы, даваться как религия какая-то, да, вот как методология, потому что это необходимо для формирования, вот, извиняюсь за клише, да, для формирования научного мировоззрения, для формирования способности студента мыслить, критически оценивать получаемую им информацию. То есть студент с самого начала обучения в университете должен знать, что медицина может быть только доказательной, что недоказательная медицина не может быть, что это не медицина, а знахарство. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо. Все здесь в зале, кто находится, все с вами согласны, наверное, безусловно, так, наверное, в третьем курсе надо, да. Коллеги, у нас заключительный доклад «Повышение качества поиска данных с позиции доказательной медицины». Докладчик Михаил Валерьевич Камалов, Санкт-Петербург. Добрый день, дамы и господа. Я хотел бы представить данную разработку. Она основана при поддержке Санкт-Петербургского университета и Первого Павловского медицинского университета. Для начала я хотел бы представить список глоссарий, такой Keywords, который необходим мне будет дальше при представлении данной работы. Такой мэппинг терминов медицинских на использовании в данном проекте. Собственно, изначально наша цель ставилась разработка поисковой системы, основанной, позволяющей ранжировать медицинские исследования по уровню доказательности. Я так думаю, что эту часть можно пропустить. Постановка задачи. На данный момент, на самом деле, существует достаточно много поисковых систем, ну, стандартно, как PubMed, как Rain. Но данные поисковые системы есть один маленький недостаток. В частности, поиск осуществляется непосредственно по Keywords и частоте встречания в тексте. Там не используются даже такие стандартные метрики, как TF-IDF. Для этого нами было решено разработать собственную поисковую систему. В качестве ресурсов мы использовали базу данных Midline с 2006 года по 2013. Это было 2 миллиона аннотаций. Собственно, дополнительно, ну, так как аннотации были представлены без каких-либо пометок, а для обучения нам необходимо было как-то разметить эту аннотацию, мы использовали ресурс Clinical Trials. Первой задачей мы ставили, в первую очередь, это разметка наших аннотаций по типам медицинских вмешательств для дальнейшей классификации соотношения, является ли, содержит ли аннотация медицинского вмешательства, либо нет. Чтобы к следующему этапу перейти к классификации по уровням доказательности. Непосредственно это таблица, которую мы использовали в качестве нашего ранжирования, то есть мы учимся сначала классифицировать аннотации на содержащие и не содержащие медицинские вмешательства, далее мы классифицируем их по уровням доказательности на содержащую рандомизацию, не содержащую рандомизацию и какой тип ослепления они также содержат. А, ну и естественно, мы выявляем мета-анализы, так как в данной таблице мета-анализ является самый первый уровень доказательности. Собственно, это наши этапы разработки. Первый этап – разработка веб-кроллера, который нам позволял разметить наши 2 миллиона аннотаций, основываясь на данных, которые проиндексированы в Clinical Trials. Второе – мы выбирали самый быстрый и качественный логаритм классификации. И третье – это был выбор логаритма иерархической классификации для задачи разметки и выявления по уровню доказательности абстрактов. Ну и последний элемент – это извлечение названий лекарственных препаратов из аннотаций. Собственно, после разметки наших данных 2 миллионов по Clinical Trials мы получили такую вот выборку по Medical Interventions и Observational, по типам медицинских вмешательств. Проблема заключалась в том, что не все аннотации, которые мы обладали на тот момент, они были проиндексированы в Clinical Trials. И нам приходилось работать с вот этой выборкой, чтобы построить модель, обучиться и научить наших классификаторов. Это коротко… Это линейные классификаторы, они работают очень быстро. Здесь приведена библиотека. Вот. Собственно, мы их рассматривали. Самый лучший результат у нас… То есть здесь мы приводим F-меру. Оценки классификаторов на выявлении каждого класса. При оценке F-меры нам дает самый лучший результат линейный SVM. При ранжировании… То есть здесь у нас уже рассматривается, насколько качественно мы микро- и макро-рекол каждого классификатора при мультиклассификации. То есть мы рассматриваем, пытаемся разбить все классы по типам. То есть мы аннотацию к какому-то определенному по типу хотим соотнести. То есть мы делаем не бинарную классификацию, а мультиклассификацию. И опять здесь, получается, нас выигрывает линейный SVM. Это доказательство полученных результатов. То есть средняя точность по выборке 70%. F-мера микро- и макрооценки у нас были проведены. Ну и параметры, которые необходимы для настройки таких хороших результатов. Следующий вариант, который мы хотели улучшить качество классификации, это посчитать взаимную информацию, то есть какие слова хорошо описывают наши классы. Проблема в том, что все классы, они очень тесно связаны. Использовать взаимную информацию достаточно проблематично в этом случае. Поэтому мы остановились на этом этапе и перешли к задаче иерархической классификации. В первую очередь мы производим разделение по аннотациям, не содержащим медицинские вмешательства, то есть intervention observable, и мета-анализы. То есть мета-анализы, они нужны для преранжирования, они у нас будут всегда занимать первую строчку в уровне доказательности. Далее мы рассматриваем исследования, которые приезжают к intervention, и также начинаем их классифицировать на раннобизированные и неранобизированные. И в итоге приводим к последнему этапу, ищем, содержится в этих исследованиях ослепление, либо нет. Это полученные результаты, собственно, оценки на каждом уровне. То есть мы научились с качеством, с точностью precision recall 95-93% выявлять intervention, 42-51% intervention. Здесь проблема в незабалансированности выборки, сейчас она решается. Мета-анализ у нас очень хорошо выявляется 95-93%, потому что в основном, если исследования содержат мета-анализ, то как минимум в title и в abstract обязательно будет об этом упоминаться. Это как очень хороший признак для выявления мета-анализа. Рандомизации и неранобизационные исследования, они вот так же дали нам хороший результат. Мы их научились извлекать с точностью 85-81%. И непосредственно single blind и виды ослепления получены такие в среднем хорошие результаты. Иерархическая классификация по сравнению с мультиклассификацией в данном случае, она дает более лучший результат, так как мы можем сбалансировать наши выборки на рандомизированные и неранобизированные, и при этом получить хорошие оценки на каждом уровне. Дальше мы их объединяем, и в итоге у нас получается более точная классификация. Следующим этапом у нас было извлечение фактов. То есть мы задачу ставили научиться извлекать название лекарства препарата из текста. Для этого мы устроили грамматические деревья. Вот, собственно, на данном слайде приведем пример. То есть здесь препарат синий танк. И как можно по грамматике, какие признаки выбрать для того, чтобы добраться до этого препарата. Собственно, результаты получены. Использован был алгоритм KRF и KRF с модификацией. Самые лучшие результаты при тренинг-сете 1658 токенов был достигнут 60 и 70%. Также у нас были проведены сравнения существующих на данный момент поисковых систем. В частности, подмет. То есть плюсы и минус этих поисковых систем. Плюсы подмет заключаются в том, что… Очень большой плюс, что она имеет полный доступ к медлайну. Это очень хорошо. Очень замечательно. Потому что мы работаем с Эпторитами. Во-вторых, у них есть дополнительные возможности формирования. Там, advanced queries. Можно дополнительные запросы, стратегии запросов формировать. Но что на данный момент нет в подмете, это как раз нет ранжирования исследований по доказательности. И нет системы grade применения к исследованию. Это первое. Также есть поисковая система MIDI. Также, ну, она более улучшенная в плане… Там добавлен семантический поиск, то есть это такой маппинг на Google. Также при процессе запросов, опять же, ограничения в минусах, как бы ограничения к доступу к медлайну, потому что у них там обновления происходят раз в полгода. И второе ограничение. Также у них нет никакого ранжирования по уровню доказательности и по grade-критериям. И последнее поисковая система, которую мы рассматривали, это trip. Также в плюсах это семантический поиск и расширенные настройки поисковой системы. А в минусах, так же, как и в MIDI, это ограничение доступа и отсутствие ранжирования по критериям грейда. Ну, и также по уровню доказательности там нет ранжирования. Далее мы как бы протестировали существующие опять системы с нашей поисковой системой, отправили ряд запросов и рассмотрели запросы в PubMed, в Cochrane и вот в нашей системе. Я хочу заранее сказать, почему такие данные получились. Может быть, они так могут насторожить. Во-первых, у нас ограниченная коллекция была, и чтобы получить данные в соответствии с нашей коллекцией, чтобы можно было результаты сопоставить, мы ограничили, так как у нас с 2006 по 2013, мы на поиск в PubMed и в Cochrane делали ограничения с 2006 по 2013, плюс мы искали исследования с метаанализом и клинические исследования совместно. Запросы содержали следующие препараты, лечение, гриппа. Собственно, в чем преимущество? Ну, то есть, если вы отранжируете, вы получите вот такие результаты, что выводит наша система? Помимо… Ну, вот здесь приведен пример по запросу МОНТОДИН, но на самом деле просто в нашей выборке оказалось больше ответов по этому запросу, мы привели результаты. Аранжирует он их следующим способом. Он приводит препараты, приводит название исследования, описание и уровень. То есть, в данном случае у нас выявились исследования в основном level 1B. И также он умеет их классифицировать от randomized double blind, randomized open, label и randomized open. Окей. Результаты. В результате мы на данный момент умеем выполнять иерархическую классификацию по уровню доказательства. Мы можем abstract классифицировать по всем подтипам, по всем уровням. Далее мы можем делать классификацию по типу медицинских исследований, то есть drugs, surgery, такого образа, по типу. Ну, это как одно из наших решений. И еще одно из результатов, которое мы получили, это излечение фактов о лекарственных препаратах. Что дальше мы, собственно, планируем выполнить? Первое. Мы планируем выполнить, все-таки улучшить качество нашей иерархической классификации и запустить вот эти все результаты, чтобы оценить нашу большую коллекцию. Это первая, самая главная цель. И вторая, не менее важная для нас цель, это перейти, научиться ранжировать исследования не только по уровню доказательности, но также использовать систему grade для дополнительной оценки. И вот так документ. Благодарю за внимание. Большое спасибо. Коллеги, мы с вами вошли ровно в то время, которое нам выделили организаторы. У нас с вами есть 5 минут, 10, может быть, даже, да, для вопросов. У кого какие вопросы будут докладчикам, либо просто обменяться мнением между собой? Можно у меня тогда будет пара вопросов докладчикам? У меня вопрос к моему сопредседателю. К вам вопрос, да? Вот заказчик, он какой удельный вес заказчика в качестве подготовки на пост диплом образования? Вы там провели три, да? Да, вот заказчик, он не является главным арбитром, да? Или бы он... Он соучастник оценки процесса, Алексей Сергеевич. Дело в том, что мы представили концептуальную модель, когда нужно оценивать в том числе качество образования и с точки зрения тех руководителей, которые отправляют нижние уровни управления. То есть в каком качестве приходят к ним уже их подчиненные. А вот тогда второй вопрос. А вот те модные, да, сейчас года три, наверное, да, уже идут, в том числе и в медицинскую сферу пришла, так называемая профессиональная компетенция. Вот это такая формализованная некая, да, такой величина, да, оценки. Они, как вы считаете, они помогут нам улучшить качество пост дипломного образования? Это такой жесткий формализованный подход. Уметь, знать, ну и так далее. Спасибо. Дело в том, что в пост дипломном образовании, тем более руководители здесь намного сложнее, потому что руководители – это заведующие, вот буквально несколько дней заведующие отделением тоже стали считаться руководителями, от заведующих отделений разных-разных профилей, плюс обучаются статистики до руководителей министров. Вот можете себе представить, чтобы расписать профессиональные компетенции всех и каждого, причем эти руководители занимаются отдельными направлениями, в одном направлении отдельными разделами. И, безусловно, для того, для кого-то вопрос простой, почему мы говорим, кто-то имеет нарекания, мы задали таким-то врачам простые два вопроса, мы говорим о недоказательности, а для руководителей нет простых и сложных вопросов. Он будет простым для того, руководителю, который работает в этой теме, и будет сложным для того, который очень хорош в другой теме. Все-таки руководители, они по профилям у нас. То есть крайне сложно для них будет разрабатывать эти темы. Для них это сложно, хотя формально есть. Да, спасибо большое. Вот у меня еще вопрос, можно, да, я задам, да? У меня вопрос, нет, нет, не к вам, а я задам просто, коль я забрал этот микрофон. У меня вопрос к нашему коллеге из Киргизстана. К вам, да? А вот что понимается под апробацией протокола? Это понимается, так как мы же берем международное руководство и адаптируем, и насколько вот специалисты его приблизили к нашим условиям, местные выбирать какую-либо лечебную организацию, и там среди врачей проводят вот это обучение, дают им читать, и это самое называется апробация. То есть все рекомендации, которые даются, врачи оценивают. То есть экспертная такая оценка в каком-то лечебном учреждении, да, проводится? Да, обязательно. Если это по кардиологии, где-то есть отделение кардиологическое. Дельфийское какое-то такое исследование, да, с помощью Дельфи, да? Да, да, да. Спасибо. У меня все. Есть у вас вопросы? Да, если можно, у меня тоже к вам вопрос. Вы упомянули в своей презентации о том, что в достаточно большом количестве клинических руководств у вас участвуют пациенты. Вы могли бы пояснить форму участия пациента в разработке клинических руководств? Это как-то они тоже рекомендации какие-то дают, или создается какая-то комиссия, которая учитывает там этические аспекты лечения? Ну, у нас, когда разрабатывалась методология, там учитывалось создание мультидисциплинарной группы. И в состав, кроме специалистов, консультантов, которые работают, включение пациентов, чтобы учли мнение их, то бишь, когда собираются рабочие группы согласительные по разработке, пациенты данные присутствуют. Вот, например, по гепатитам больные, которые страдают, они участвовали и оспаривали вопросы, насколько те препараты противовирусные имеют место быть у нас в стране. И благодаря, вот, например, ассоциации пациентов, было трое пациентов из ассоциаций больных с гепатитами участвовали. Благодаря им нашу страну официально, значит, желает, дал разрешение, и у нас заводятся ингибиторы полимера, софазбувир, по хорошей цене. То есть это вот плюсы участия. То есть, с одной стороны, это их мнение учитывать, и с другой стороны, чтобы информировать пациентов, что в этой области по этому заболеванию идут какие-то работы, что они лучше донесут для пользователей. Очень важный вы аспект затронули. Сейчас есть же такая диалогия, называется «фармацевтическая забота». Европа ее пытается продвинуть, когда пациент является не пассивным в принятии выбора лекарственных средств, а активным таким же игроком. Да, вот у нас по ВИЧ то же самое, то есть ЛЖВС, они активно участвуют в разработке и во внедрении. Но это вот только такие, а, к сожалению, в большинстве случаев они у нас не учитываются. Можно вам вопрос задать? А вот я просто не знаю. А вот эта наркологическая помощь, она у нас оплачивается территориальными фондами обязательного медицинского строительства? Нет. То есть они сами по себе. Может быть, в этом есть причина, в том, что там используются различные медицинские технологии, без доказательной базы, без всего, такие авторские, авторские такие? Сложно гадать. Думаю, много есть факторов, которые влияют на то, что эта дисциплина оказывается самой отсталой. К большому сожалению, мне не очень ловко критиковать мой собственный цех. Но там такое количество факторов. Я думаю, что еще и общественное давление и представление о том, что это не болезнь, а необходимо какими-то волевыми усилиями справиться. И общество к этому также относится. То есть трудно вычленить. Спасибо большое. Спасибо.